здравствуйте уважаемые геймеры и мода строители с вами бертольд африканцев и в этом уроке речь пойдет о вертолетах киллерах все мы с вами играли в оригинальный far cry и мы прекрасно помним что как только нам захочется покинуть основное место боевых действий и мы отдаляемся куда-нибудь сторону выскакивает неубиваемый вертолет киллер и в считанные секунды нас гасит помнится как-то раз я играл в один из многочисленных модов которые сделаны были середине двухтысячных годов кажется он назывался blood range если я не ошибаюсь так вот в том моде можно было просто-напросто оплыть всю карту минуя все задания попасть в зону которая переводит на следующий уровень ну и тем самым попасть на следующий уровень минуя все задания вот как это примерно выглядело вот допустим точка появления на карте здесь а зона перехода на следующий уровень здесь а все задания естественно вот здесь вот на карте но если взять вот так вот поплыть вот отсюда сесть на лодку если она есть конечно вот так вот оплыть сбоку минуя все задания и можно попасть вот сюда вот и перейти на следующий уровень не выполняя никаких заданий не надо искать карточку не надо искать бомбу взрывать антенну так вот чтобы такого не было существуют не убиваемые вертолеты киллеры как только вы пытаетесь вот так вот объехать или оплыть он выскакивает убить его невозможно он за считанные секунды убивает вас как сделать такой вот не убиваемый вертолет давайте найдем место для не убиваемого вертолета вот он будет здесь вот стоять а зона начнется где то вот отсюда вот так вот ну и вот так вот такая зона будет как только игрок попытается вот отсюда оплыть он попадет в эту зону и вертолет тут же его убьет давайте поставим вертолет жму кнопку entity кнопка а и и достаю gunship ставлю его сюда сразу надо ему дать уникальный группой ди пусть будет 51 поскольку этого номера в группой еще не было и выставить здесь настройки чтобы вертолет был не убиваемым сайт рэндж и саунд рэндж выставляем по 500 в параметрах дмог скейл балет и дмог скейл экспло выставляем нули и ставим галочку напротив из киллер по идее больше ничего менять не надо все вертолет уже готов он не убиваемый теперь нужны бойцы к нему просто берем копируем любых бойцов которые у нас уже тут есть ну или добавляем их из папки архитекты 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 в общем добавляем любых абсолютно бойцов двоих ставим одного здесь другого здесь у них должно быть в параметре а и бихайл job observe ну и конечно же у обоих группой ди должен соответствовать группой ди вертолету так вот группой ди вертолету 51 теперь нужно поставить зону ну вот пусть зона вот это будет начинаться отсюда и доходить вот до сюда вот здесь есть этот островочек но о нем чуть позже вот до середины пролива между основным островом и этим островочком будет доходить зона жму area и объектом shape ставлю зону привязка к земле ну и ставлю зону так чтобы игрок не мог ее миновать делаю точку здесь точка здесь точка здесь и обвожу так зона замкнута вот я ее выделю вот она вот такая вот то есть если отсюда игрок попытается сюда попасть вертолет должен выскочить его убить и потом ведь игрок все таки попадет на эту сторону и вполне возможно что он тоже попытается дезертировать побежит сюда 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 и вот как только он дойдет вот до этого места этот вертолет тоже должен его грохнуть теперь жму на вертолет у вертолета название gunship 2 копирую это название жму так поинт и беру объект так поинт и ставлю его примерно вот сюда вот в это место поднимаю его повыше да да где-то так и ввожу сюда название вертолета и добавляю нижнее подчеркивание атак атак 1 теперь копирую название тегпойнта вот это вот gunship 2 нижнее подчеркивание атак 1 выделяю выделяю вертолет ищу параметр поинт атак и ввожу сюда название тегпойнта gunship 2 атак 1 все больше ничего не надо химичить с вертолетом теперь нужно поставить триггер жму кнопку entity триггер достаю area trigger ставлю сюда area trigger жму на зону которая только что поставил пик и жму на триггер теперь жму на триггер он enter pick new жму на вертолет вот он появился под он энтером жму на него левой кнопкой мыши правой кнопкой мыши выбираю атак перезагружаю скрипты у бойцов перезагружаю скрипты ну и у вертолета давайте посмотрим что получилось войду в игру и попытаюсь пробраться на другую сторону а и и и и и и и и и ну вы сами видели что произошло давайте я попытаюсь пробраться вот с этой стороны а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В общем, вертолет работает нормально. Ну, теперь что хочу сказать. Вот про эти островочки, которые я тут понаставил. Я не стал их делать особо красивыми, потому что мод все-таки учебный. Это все для примера, но тем не менее. Мне, конечно, бы не хотелось, чтобы игрок просто-напросто пытался покинуть пределы карты. Игрок ведь может поплыть просто вот в этом вот направлении. И так можно плыть до бесконечности в ту сторону. Поэтому, естественно, нужно ограничить тут игроку тоже свободу перемещения такими же вертолетами. Поэтому тупо копирую вертолет, вот этот. И ставлю на всех островах. Так, ганшип-3. Ганшип-4. Ганшип-5. Ганшип-6. Ганшип-7. Ну и здесь, конечно же. Ганшип-8. И где-нибудь здесь. Ганшип-8. А здесь ганшип-9. А здесь ганшип-10. Ну тут еще ганшип-11. Ну тут еще ганшип-11. Ну теперь копирую бойцов. Так, ставлю сюда бойца. Сюда бойца. Ганшип-12. И всем группа ID. Вертолету группа ID-52. И бойцам группа ID-52. группа ID-52. Ну и так далее. Здесь группа ID-53. Что бойцам, что вертолету. 54. 54. 54. 54. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. Пятьдесят шесть. 57 58 59 60 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 62 61 62 63 63 64 67 Ну, теперь нужно назначить зону, в какую будет попадать игрок, для того, чтобы выскочил вот этот неубиваемый вертолет. Дело в том, что неспроста я поставил много таких островов, потому что радиус действия вертолета не бесконечен. Он примерно сможет среагировать на игрока вот на таком вот расстоянии от острова, вот на таком. Поэтому я и поставил столько островов, что для каждого вертолета нужно назначать свою зону, поэтому давайте нажму Area и нанесу объект Shape. Ну, вот примерно начну между вот этими двумя островами, вот отсюда. А чтобы не путаться вот с этими зонами, я цвет поменяю зоны на красный. И вот отсюда начну наносить зону вот так вот. Вот так вот. А закончится зона между вот этими двумя островами, вот здесь вот. Так вот. Ну и сделаю ее не такой уж широкой, она будет узенькая зона. И замкну. И как только игрок отсюда попытается поплыть вот сюда, только он войдет в зону в эту, выскочит вертолет вот этот с того острова и грохнет игрока. Теперь тригер. Теперь триггер. Энтити. Достаю Area Trigger. Ставлю его сюда. Жму на зону, пик. Жму на триггер. Теперь опять жму на триггер. Он Enter, пик New. Жму на вертолет. Выбираю Go Attack. Теперь нужно добавить тегпоинт. Тегпоинт можно скопировать вот этот. И поставить его где-нибудь вот здесь. Да, поставить его где-нибудь здесь. Прямо над зоной. Так. Этот ганшип называется Ганшип-4. Поэтому в названии тегпоинта меняем место Ганшип-2. Ставим Ганшип-4. Копируем название тегпоинта. Жму на вертолет. И в параметре Point Attack вставляю название тегпоинта. Ну, теперь давайте посмотрим, как это работает. Поставлю здесь зодиак, чтобы долго не плавать. И попытаюсь просочиться где-нибудь в этом месте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И что я советую вам сделать теперь... Выделить все вертолеты... Нажимая клавишу Ctrl... Выделяем все вертолеты... Которые только что тут понаставили... Продолжение следует... Продолжение следует... Ищем параметр... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Для того чтобы его не убил вертолет... Для того чтобы его не убил вертолет... Вот эти зоны... Ну надо вот так вот и ставить их... Впритык... Как-то вот так вот... Следующую зону поставлю вот так вот... Чтобы по-любому игрок... В нее попал... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну а следующую зону поставлю... Вот так вот... Продолжение следует... Но цвет зон я не меняю Потому что мне это все понятно И тут не особо они Смешиваются с другими зонами Хотя вы можете поменять цвет зоны Ну в общем вы меня поняли Я не буду снимать как я ставлю все зоны Самое главное чтобы Игроку было не миновать Попадание в какую либо зону Хоть в эту Хоть в эту Чтобы он не мог посередине просочиться По любому чтобы попал Или сюда или сюда Ну а этот вертолет Для него надо сделать другую зону Ну вот по сути говоря Вот здесь вот будет начинаться Это запретная зона Так что туда дальше Попутешествовать уже не получится По берегу Ну и тегпойнты Еще раз напомню Насчет тегпойнтов Вот скопирую этот тегпойнт Тегпойнт должен висеть где-то Ну примерно вот здесь вот Вот идет зона И он где-то посередке должен быть Вот здесь край зоны Здесь край зоны А тегпойнт Да примерно где-то здесь Так здесь ганшип 3 Поэтому в названии тегпойнта Делаю ганшип 3 Нижнее подчеркивание Атак 3 Копирую Название тегпойнта Жму на этот вертолет И ввожу скопированное название В параметр Пойнт Атак Жму энтити Достоверие триггер Ставлю сюда Присоединяю зону К триггеру И триггер Он энтер Пик нью На вертолет И выбираю Го Атак Ну и со следующим вертолетом Примерно то же самое Копирую Тегпойнт Ставлю его сюда Так здесь ганшип 11 Поэтому в названии тегпойнта Меняю на 11 Копирую название тегпойнта Жму На вертолет И вставляю в параметр Пойнт Атак Название тегпойнта И то же самое Энтити Ария триггер Присоединяю эту смертельную зону К триггеру И триггер Он энтер Пик нью На вертолет И даю вертолету Го Атак Давайте скопирую Зодиак Поставлю вот сюда Зодиак И попытаюсь Вот в этом месте Просочиться Вот так вот Задев вот эту зону Присоединяю Да Без шансов Ну я и так уже тут много наснимал лишнего Так что я не буду снимать Как я буду настраивать остальные вертолеты Вы все прекрасно поняли Поэтому на этом Я заканчиваю свой урок О неубиваемых вертолетах Киллерах И напоминаю вам Что для того Чтобы сохранить отменное здоровье Необходимо заниматься спортом Совершать пробежки Заниматься гимнастикой И тому подобное С вами был Бертольд Африканцев До следующего урока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова